Есть законодательная инициатива, я считаю, это как-то поможет остановить то, что сегодня молодежь, трудовые, тут специалисты, рабочие в профессии уезжают на заработки в Польшу, в Германию, в Чехию и так далее. Сегодня есть законодательная инициатива, по лицовой платформе «Зажиття», зарегистрирован законопроект, который позволял бы освободить от уплаты подоходного налога молодежь, которая работает возрастом до 26 лет. Это смогло бы, наверное, дать определенный толчок, сигнал, месседж работодателям, увеличить заработную плату и возможно хоть как-то постараться сократить отток рабочих рук из нашей страны. Ведь это страшно, уезжают самые умные, самые способные, те, которые работоспособные, люди, которые, к большому сожалению, находят производство счастья, некоторые находят, большинство находят, некоторые возвращаются, а у них не получилось. Мы уезжают и забирают семью. У меня есть футбольная команда, и вот буквально недавно мы проводили одного из лучших футболистов, игрока, его забрала семья в Польшу, все, обеспечивая его штула. Это законодательство Европы специально, им выгодно, чтобы украинцы дешевая рабочая сила. Они сами закрывают дыры, потому что с Польши уезжают в Чехию, с Чехии уезжают в Германию, и они сами испытывают. Поэтому вот эта сладкая морковка, евроинтеграция, конечно, обернулась для нас вот такими колоссальными проблемами. Мы не можем найти людей, которые сегодня готовы работать на станках. Да, сегодня молодежь больше ацентирует внимание на IT-технологии, программисты и так далее. Сегодня не найти. Остановлены заводы, и они продолжают останавливаться. Поэтому политика по цене платформы «За життя» направлена в то, чтобы вернуть товары украинских респортеров на рынки СНГ. Это крайне важно, потому что нам нужно жить сегодня. Нам не надо идти в НАТО. Это все обман в угоду международных кредиторов, которые на протяжении пяти лет предыдущая власть, которая провела антисоциальную, антинародную политику, дурила народный проект.